Легенда любви Человек – венец творения, и, творя, Бог осветил души нашей лучом света своего божественного, называемой любовью. Сколько нас, столько же любви на свете! Мой рассказ – история одной любви, но не простой любви, а легендарной. Бессмертная восточная притча – история любви трех сердец, рассказанная музыкой и переведенная на язык хореографии. А началась эта легенда полвека назад. Молодой композитор, чье имя тогда никому не было известно, приехал из Баку в Ленинград. Пришел в Мариинский театр и заявил – я принес вам легенду. Имя этого композитора было Ариф Меликов. Был 58-й или 59-й год. Я взял партитуду, сел в самолет и полетел в Ленинград. Открываются, так сказать, двери кабинета, и входит молодой человек, жизнерадостный, веселый, с какой-то папкой, нот под мышкой, с записями. И вот так, собственно, началась работа. И собрались все вместе. Композитор и дирижер Ниази, который дирижировал этим спектаклем, Версаладзе, художник, я, Назем Хикмет, которого мы просили приехать в Ленинград. С Назем Хикметом я познакомился еще до написания балета в Баку. Тогда он жил в старом интуристе. Я сам пришел к нему. Но когда я вошел в комнату, у него были гости, и я немного растерялся. Я сказал «Эфендим, я пишу музыку для балета на основе вашей пьесы «Легенда любви». Он очень обрадовался, сказал очень хорошо, предложил сесть. Я поблагодарил его, выходя, споткнулся об стул, поднял его, попрощался и ушел. Я позвал Сумикова врача Версаладзе, мы завели несколько пластинок и услышали очень милую, свежую, молодую музыку композитора. И, знаете, нас сразу это тронуло очень. Спасибо. За 20 век немало шедевров было поставлено в балетном мире. Балет «Легенда любви» является бесспорным шедевром. В этом спектакле слились интересы пяти великих художников. Это замечательная либретта Назыма Хикмета, великолепная музыка Арифа Меликова, бесподобная хореография Юрия Григоровича, бессмертные декорации Симона Версаладзе и, конечно же, великолепная трактовка музыки дирижером Ниязи. Создавался балет впервые. Это очень было приятно. Это не реприза какая-то. Вот это счастливые дни моей творческой жизни. И вот, наконец, в 1961 году состоялась премьера. Тогда, в 1961 году, мало кто мог предположить, что у этого балета будет такая счастливая судьба. Но на самом деле «Легенда любви» стала поворотным моментом вообще в истории советского балета и тогда мирового. Никто не знал, что вот это произведение, которое впервые было переломным, где не было драматических сцен, драмбалета, где не было игровых сцен, а был весь текст, весь сюжет передан именно посредством пластики, посредством танца. Это явилось революционным моментом. Спектакль ожидал ошеломляющий успех. И с этого момента «Легенда любви» начала свое триумфальное шествие не только по сценам Советского Союза, но и по мировым подмосткам. Спектакль «Легенда любви» Не только потому, что он легендарный, что называется легендой, а легендарный спектакль, потому что и успех его превзошел в самые смелые прогнозы, самые смелые ожидания. Много лет назад, здесь же, у Большого театра, Ариф Бей назначил мне встречу. До этого я слышала о нем, но не была знакома. Смотрю, идет мне навстречу приятный молодой человек, очень скромный, интеллигентный и красивый. Он подошел и спросил, вы Мерич? Я сказала, да. Он представился, так мы и познакомились. Мы тогда все мечтали танцевать в «Легенде» постановке Григоровича. Был интересный эпизод. Я была знакома со знаменитой балериной Майей Плесецкой. В Большом у нас была одна гримерка. Как-то она спросила меня, «Мерич, ты танцевала в «Легенде»?» Я ответила, что нет, не удалось. Она сказала, тебе обязательно надо станцевать в «Мехмэне Бану». Ни одна другая роль не даст тебе возможность понять и пережить любовь так сильно и красиво. У Арифа Мелихова есть эта трагедия, которую он сумел передать в изумительной драме великого Назима Хекмэта. Легенда о любви стоит на совершенно другом как-то уровне драмы. Передать такую драму, конечно, в спектакле, наверное, проще. А может быть, не проще в драматическом спектакле. Но в балете это тело. Это выразительность и убедительность. Тогда это трогает. Знаете, что говорил Назим Хекмед? Легенду я видел и в кино, и в театре. Но вершиной ее стал балет «Легенда о любви». Музыка Арифа Меликова околдовала меня, как только я ее услышала. Она была написана для балета, но использовалась и в турецкой версии фильма, где я сыграла Мехмеде Бану. Эта музыка сыграла значительную роль в фильме, придала ему одухотворенность, оживила его. Сам Назим Хекмед так охарактеризовал свое произведение. Истинность любви обусловлена жертвенностью. Мерилом настоящей любви является готовность любящего к жертве во имя своей любви. И герои должны доказать эту любовь. Только пройдя через это испытание, можно понять, что такое любовь. С водой прах смешал великий бог, и сотворил из глины он чертог. Творец любовь, любимый и любимый, соединил и в мире уберег. Когда, знаете, столько лет прошло, все равно это вспоминается, очень, знаете, сердце будоражит. Это чувство невозможно передать словами. Любить – это значит уметь пожертвовать собой. Это не простая любовь, она не похожа на другие. До того прекрасное чувство – это что-то невероятное. Само название балета говорит о любви. Любовь, наверное, самое прекрасное, что есть в жизни. И вот все эти годы мы, исполнители, пытались предъявить вам свою любовь и свое понимание этого произведения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Каждый из главных героев по-своему раскрывается в этой истории. Нежная и трепетная Ширин полностью отдаются своему чувству. Фархад разрывается между любовью к девушке и служением народу. Пластная и страстная Махмане Бану понимает горечь потери своей красоты, утраты и надежды на любовь и долгом перед сестрой. Это трагедия. Трагедия для каждого из персонажей. Не было такой драмы, чтобы надо было отдать красоту. Любовь, когда человек отдал все во имя жизни. Быть всесильной правительницей и в то же время такой сильной личностью, женщиной, которая отдает свою красоту ради спасения сестры. Разве возможно такая трагедия? Не думаю. Ради сестры отдать свою красоту, ради Фархада, по сути, свою жизнь. Она уже не живет, а просто существует. Любовь, страсть, ревность, жертвенность, боль, предательство. Трагедия, которая переворачивает душу человека. Драма великая, страшная драма. Вообще больше, чем шекспировские драмы. Хотите, смотрите балет. Хотите, закройте глаза и просто слушайте. Эта музыка пропитана любовью. Она дышит любовью. В любви не преуспел, я горе претерпел. Нет тела у меня, если же душа болит. Эти строки Великого Насими как нельзя лучше характеризуют самый яркий образ балета Махмена Бану. Она любит, но нелюбима. Она жертвует самым ценным, что есть у женщины, своей красотой. Но эту жертву никто не оценивает. У нее есть власть. Но она бессильна перед любовью Фархада и Ширин. Жизнь отдавали, мы знаем, много таких драматических спектаклей, историй, романов, все на свете. Но такого прецедента не было. Махмена Бану любит, но ее любовь безответна. Это очень мучительно. Человек, в которого они влюбились, любит не ее, а Ширин. Вот тут же трагедия, безумная же трагедия. Когда красавица, царица должна отдать красоту, наверное, это самое страшное. Для женщины, для красивой женщины, лишиться красоты все равно, что лишиться руки. А может, даже хуже. Махмена Бану отдала эту красоту своей сестре, которая оказалась неблагодарным, плохим человеком. В реальной жизни есть место такому героизму. Я так чувствую. Это мое личное мнение. Потому что возвышенная любовь не подразумевает взаимность. Но если нужно вернуть человека к жизни, то я отдала бы все, как Махмена Бану. Каждый раз после этой партии я заболевала этой ролью. Так было всегда. И когда танцевала сама. И когда учила других. Это единственный случай в моей жизни, когда я испытала великую любовь. Вот здесь у меня есть след от удара. Я настолько вжилась в образ во время исполнения, что не заметила, как ударилась головой. Потекла кровь. Но я все равно станцевала эту партию до конца. Для меня Фархад в этой истории самая трагическая фигура. Потому что он ни в чем не виноват, но попав в водоворот событий, теряет все. Теряет свою любимую профессию, потому что он художник, очень тонкий мастер, который расписывает дворцы. Теряет свою любовь, потому что вынужден покинуть мир и уйти в горы. И затем теряет надежду. Надежду обрести эту любовь, обрести семью, обрести счастье. Меняет это на служение народу. На самом деле это мой самый любимый спектакль. Я всегда танцевал в начале балета орла, который взлетает ввысь, а в конце птицу, которой подбили крылья, и она не может уже лететь. Она обречена на смерть. Я очень благодарна Арифу, который написал такую выразительную, трагическую музыку. И, знаете, она не просто музыка, она передает характер, эпоху и национальность. Хотя музыка классическая. Это очень здорово, ему это удалось. Восточная пластика достаточно органично вошла в классический танец. И вот это сочетание классического танца и восточного танца, мне кажется, вот это было главное в легенде. И вот я очень дорожу, что этот колорит был выдержан и соединился с музыкой. Мне кажется, что это был вообще один из лучших спектаклей драматических, которым мне пришлось сыграть, именно сыграть на балетной сцене. Что чувствовал Ариф Бей, когда писал эту музыку? В ней все слилось воедино. Любовь, несчастье, безысходность, самопожертвование, любовь к жизни. Я хочу спросить у Ариф Бея, передать всю гамму чувств женщины, как это возможно? Удивительно, если задуматься, в чем секрет вот такого успеха и такой огромной любви публики, любителей театра именно к этому балету, который оказался не просто долгожителем, но и вызывает такой же интерес, какой он вызывал 50 лет назад. Это действительно ваш спектакль эпохальный. Он уже вошел в историю балета. Было время, я ревновал. Что бы то ни написал, увидев тебя, говорят, вот, пришел автор легенды. Потом я понял, это всегда будет со мной, как моя тень. Ну что поделаешь, это тоже неплохой бренд. И с этим брендом можно жить. Легенда – это гимн любви. История о том, как невозможное должно оказаться возможным, так считал Назым. Относительно балета его слова оказались пророческими. В создании этого балета все были связаны одной целью – показать силу любви, способную изменить человека. Все мы, исполнители и создатели этого балета, вложили в него огонь своей души. Танец и музыка, освещенные этим огнем, еще много лет будут освещать путь в таинственный мир, мир любви. Ведь если я гореть не буду, ведь если ты гореть не будешь, и если мы гореть не будем, так кто же здесь рассеет тьму? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok